Попугай нервно смотрит на котика, нервно смотрит на Келлана и отползает. Ползучий бессознательный попугай, замечательно. А, он бессознание? Ну ладно. Наверное, после падения он еще раз потерял сознание. Двойная потеря сознания, да? Нет, он как бы пришел в себя чуть-чуть, он же хихикал. И потом уже... Че там в комнате? В комнате груда костей и несколько беталлических колодок. Короче, ничего интересного. Да, выглядит просто как темница, где кого-то держали уже давно. Это была дверь с девочкой или с кем? Это была... Я немножко потерялся. С королем, с мужиком, с рыцарем. Ухмыляющийся рыцарь средних лет. Да. А это не он ли был? Так, слушайте, он такой, смотрите, наливайся. Ты бы обыскал бы скелета-то тогда, посмотри, что у него там есть с собой. Может быть, записочка какая-нибудь найдется. Это только... Если он сумел себе эту записочку засунуть в кости. Ну, ты все-таки поищи. Ну, наливайся, возвращается в комнату, смотрит на груду костей. Он видит груду костей! Возможно, он даже заметил какую-то бедренную кость, которая удачно обломалась. Ее можно использовать как эркутс. Он так, как-то так сапогом и посохом расс... Ну, как бы смотрит и говорит. Ну, да, 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 да. Я такой... Не, ничего нету. Ну, кел он, пожалуй, так, клещами. Ну, ладно, типа, окей. Если не веришь, сам посмотри. Нет, давай ты уж начал, ты заканчивай. А я отдохну. И достает, съедает еще один свой... Слушай, это черствый кекс. С хрустом. А сколько надо отдохнуть, чтобы восстановить слоты? Шесть часов, по-моему, или сколько? Восемь. 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 Ну, короче, надо человек просто остаться. Да, вот здесь вот, да, ну, отлично. Наливайся такой, подходит к двери, которая вот... Это западная дверь, внимательно ее там осматривает. За что там... Что там, персепшн какой-нибудь? Ну, можно персепшн. Вопрос, ну, типа, что ты хочешь найти? Если ты хочешь какие-то механизмы рассмотреть, то надо механику. Если просто осматриваешь... Ну, просто вот я смотрю, что интересного. Может быть, там дверь с какими-то потайными штуками, или еще что-нибудь, или засечками, или еще. Дверь выглядит так, как будто ее уже очень давно не открывали. Никаких на них следов, ни рук, ни движения. Она явно так же отодвигается в сторону, как остальные двери, которые вы уже встречали. И на ней изображен такой, это... С приглушенными от времени цветами довольно... Этот качественный портрет... Некоторого короля. Ну, наливаясь, короче, открывает дверь. И бросает реакции, испытывает. Класс! Ох! Да, короче, в его сторону это... Вылетает из стены, из... За дверью... Это рой тоненьких таких... Это, блин, фу... Деревянных дротиков, которые натыкиваются в наливайся, как в ежика. Ох, твою мать! И наносят ему 11 урона. Сколько? Да. Из плюсов. Не 12. Короче, да, да. Риши это не долетело. Ну, он, я так думаю, истекает кровью. Да. Ну, Келлан вскакивает, подбегает. Рорн просто спокойно подходит. Да, ну, он так смотрит издалека, смотрит на Рорна, смотрит на Ришу такой. Ну, вы это, там, вы же у нас маги, давайте сделать еще что-нибудь. Он стабилизирует. Да, получается, его стабилизируешь, знаешь, ты это самое, выдергиваешь и прикладываешь какой-то кусок одежды к тем... Дорожникам, да. К тем дротикам, которые особо глубоко вошли в кожу. Наливайся, без сознания лежит, тут напоминает. Сыр. Какой заклинатель, такой фамильяр. Не фамильяр, так, фу, линхард, нет, нельзя его есть, пока нельзя, пока он может... Все... Не, все равно нельзя, на всякий случай. Ариша вздыхает и говорит, ну, видимо, мы тут надолго. Ну, Кенон подходит, вспоминает, что он может сделать, понимает, что ничего не может сделать, и спокойно возвращается на стул, брякается на него, такой... Не мы такие, подземелья такие, да. Что делать будем с этим? Ну, видимо, нам ничего не остается, кроме как восстановить сползлаты. А вот сверху заказчикам... Как про это объяснишь? Катя, да, мы же что-то... Ну, Кенон такой... Кенон, между прочим, такой можно, между прочим, ничего не объяснять, и тогда денежка, которая предназначалась ему, может достаться в теории нам, и тогда мы можем... Мы можем хорошо его упомянуть в таверне. У него сейчас такое возмущенное лицо, вы даже себе не представляете. Знаете, Ариша задумалась. Кенон такой, мы можем не просто хорошо, а хорошо упомянуть в таверне. Ариша задумалась, а жабка смотрит, осуждающий на варвара. Варвар смотрит на жабку, ты тоже можешь помянуть хорошо его в таверне. Рорн аккуратно так подходит к двери и смотрит, а есть ли там что-то кроме этих ловушек. Кенон, между прочим, такой замечает, глядя на Аришу, а есть ли еще и второй из копытцев, то можно будет двоих хорошо помянуть в таверне. Не дождешься мне реакция хорошая. А Кату на эти деньги мы купим вкусно, много хорошего мяса. Ну, ты можешь видеть, что эти дырочки, из которых вылетали эти дротики, они каким-то то ли механическим, то ли волшебным образом начинают снова заполняться дротиками. Так, а я могу оттащить это тело куда-нибудь от прямой атаки до этой двери? Можно. Нужно что-то кидать? Да нет, ну, типа он достаточно легкий, чтобы его тащить. Ну, пошли сюда, блин, я факел схватил. Всего-то 120 фунтов, нормально. Ариша его, значит, оттащила, уложила на полу, около стола и думает. Рорн так вот подходит и так аккуратненько, аккуратненько из угла смотрит. После нескольких секунд наблюдения он видит, что дверь начинает медленно задвигаться обратно сама по себе. И его нафиг. он закрывается. Келлан такой, слушай, если открыть эту дверь еще раз, может быть, случится что-то другое? Ну, он вообще-то, кстати, прав. Случится кое-что другое. Так, может быть, потом откроешь и посмотришь? О, у меня появилась интересная идея. И Рорн так присял на пол и задумался. Рорн встает, так с пола тряхивается. Предлагаю поспать на открытом воздухе. Тут плитко холодное. там, типа, камень горящий. С этими словами. Ты не сидел на этом камне, ты не знаешь. Ладно, не знаю, Келлан такой, он встает, отряхивается, и, поскольку он все-таки ранен, ковыляет туда, вот, наверх. Рорн так берет аккуратненько наливается. Ну, естественно, это сначала вручает Риши два факела, факел фонерных столов, сам берет, наливается, Лин берет так ковардака за шкирку, и все поточили наружу. А попугай, между прочим, в зубах мог насти код. Так он не понимал. В желудке, в желудке. Ну, я думаю, можно не перемещать, типа, или не так. Да-да-да, хорошо. Это, вы, когда выходите тут наружу, вам сразу в нос бьет аромат очень аппетитного бульона, который здесь на костре кто-то готовит. Вот. И это когда там Келлан первый показывается из подземелья, Ранзин такой сразу подбегает. Ну, что, вы там все уже зачистили? Можно заходить? Да, не, погоди, не торопись, давай сначала сядем, поедим, вон, видишь, как вкусно пахнет. Проходит мимо к готовящейся еде, пристально всматривается в нее. А иззади Рорн подхватывает Келлана, достанем кучу чего-то острова тут. Келлана останавливается такой, поворачивается к этому ученому. Кстати, там есть дверь интересная, она закрыта, оставшаяся. В принципе, ее можно изучить, аккуратно открой просто, и там за ней наверняка что-то интересное есть. Ну, могу сказать точно, что там есть интересное. И такой, знаешь, он такой келл, он такой поворачивается, на Левайса показывает, вот он уже посмотрел, ему понравилось. Это... А мы же еще не вытаскивали по-хорошему-то вот это вот все. Так что наливай скорее ежик сейчас. Ну, вот я же говорю, ему понравилось. Лора и Дарина видят на Левайса, утыканного зубочистками, это... Охают, так это самое, быстро к нему подбегают. Так, а что ж вы, может, надо перевязать там? Хелл он такой, нет, ничего страшного, это восточная процедура иглоукалывания, это все нормально. Что вы тут? Гном Колин такой, да, слышал я такое, там эти... из Шалмирая приезжал к нам один целитель, то он тоже больных иголками тыкал. Но я к нему не ходил, шарлатаном он выглядел. А, раз, говорят, то, наверное, правда. Ну, ген он такой устал, устал, падает, не знаю, на что-нибудь, на стул, или на землю, прям, в принципе. Говорит, я поел и поспал. А поесть, 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 это всегда эта Дарина так оживилась, это пошла как телега достала оттуда несколько тарелок, так это самое сразу три одной рукой, вот это там на плече, на локте, на заказе несет, это наполняет большим черпаком из котла, это в каждую бросает по небольшой куриной голени, это подносит пребывающим в сознании членам партии. генн с аппетитом жирает. И в этот момент за ней так ходит лень, не выпуская пупугаи из пасти, как трофей. Ой, ну, это самое, она, раздав всем этим хуманоидным существам похлебку, бросает такую отваренную кость с кусочками мяса, такую здоровенную, видимо какую-то эту свиную ножцу, бывшую, ушедшую на бульон. Вот тебе, котяра, хороший кот. Ковардак грохается на землю. Еще раз. Получается, спин устанавливаемся, перевязываем, хиляем там. Да, хорошо. Так, ну, тогда это кто у нас может ухаживать за больными? У меня один первая помощь на медицину, поэтому я тут думаю, много не наухаживаю. Кто у нас там медик хороший? 15 сложностей, это значит... У медиков хороших сегодня не залили. Давай ты тогда. Все уже устали. Ну, что, я-то да? Ну, ладно, я могу, окей. Ну, просто... это будет лол, конечно, сейчас, подождите, я-то мокрый ущерник. Ну, да, это самое... Ни у кого особо не получилось, но, да. Ну, кинул попытался поорать на больных, чтобы он там... Соберись, тряпка! Да, типа, вставай, будь мужиком! Это все... Ни у него есть немножко пофиг, он без сознания. Да, это... Короче, я подобавляю там по одному хп кому... Кому... Всем, да, это... Вы сплыли себе там закиньте какие-нибудь, если вы... Да, сплыли подготовьте какие-то кто хочет. Подготовил. Да. Я думаю, Реша тоже подготовила те же самые сплы, так ведь? Сейчас просто прикол будет в том, что если они не понадобятся опять, это будет довольно... Два штуки исцеления легких ранений? Да! И все? Так, ступор, наверное, уберем, возьмем чтение магических текстов. Можно, типа, отличиться с пылами, потом их опять восстановить на боевые, типа, так. Ну, у меня есть вероятность о том, что раскладка моя не поменяется. А мы можем, что, типа, да, два дня отдохнуть, а за этот день, типа, как пошли, поизучали, может быть, там, Рандзин смог понять, что это за текст? Да, изучить комнату с шипами. Это всегда хорошая идея, что, между прочим, попросить Рандзина, чтобы он сходил там, почитал, что мы нашли, да, и, может быть, помог нам, шифровать эту, загадку-не-загадку, но попасть в ту комнату без последствий. Ну, Наливайс, по-моему, когда почувствовал, он рассказал, что там, как бы, каждая плита, она магическая, и с каким-то своим рандомным эффектом. А зачем? А, Хиль, что ли, сих пор? Да, по крайней мере, в Наливайса влетело шесть. Разве влетело шесть, она же вон два кинула? А, ты два раза, все, вижу, второй раз, окей, да. По крайней мере, наливайся в плюсе. А, вот еще и Ариша. нахилила на шесть, и на девять. Кого? Куда? Наверное, девятку в себя валилиешь, а не, что, пути? Ну, наверное, девятку вольем в Наливайса, а шестерку надо похилить в себя, или нет? Или нет? А меня никто не хочет похилить самого вашего главного танка и получаешь его дамага. ты плюс один, во-первых, и так получаешь. Дождь, я дам, тем более. Так, короче, наливайся за фуллили и Аришу за фуллили. Ну, да. Акела, только это, в бою все такие, давай, давай, вперед, а когда шлаг на лечение, это самое, ты здоровый, ты сам. Сейчас еще день будем отдыхать, он еще на один посинится, а то и на два. Ну, я думаю, что там еще, наливаясь, так говорю, бережно ухаживать за коваргаком, там, не знаю, это у него, конечно, первой помощи, и вообще, как это с первой помощи? Надо, давай я еще раз кину, а я могу себя попробовать полечить первой помощью своей? Ну, думаю, да. Тебя нет, ты, тебя может кто-то другой. Короче, вот, я кого-нибудь пытаюсь полечить. Ну, тут из тех, кого надо, только ковардак, поэтому, поэтому, ладно, я не ролью, короче. Исторственное дыхание попугая у нас. Нет, я его просто хорошенько пнул, и он полетел сразу после этого, знаешь, все на лесном спали. Причем, кстати, полетел ненавесом. Кстати, а вот это вот, наш профессор что-нибудь сказал по поводу, там, текстов-то? когда мы его спустили. Да, это самое, вы его там впустили, рассказали, что надо бы сходить. В общем, но он вам рассказал, рассказал, что это, это гробница, станет вашей гробницей, ладно, это самое, гробница короля Бренсона, но это, вот, он был такой классный король, в общем, во времена рунных властителей, и Аслантайской империи умудрялся поддерживать существование целого независимого королевства и даже кое-как процветать. Но он, в общем, такой скромный был, что решил свою гробницу посвятить не столько себе, сколько шестерым своим этим ближайшим соратникам и людям, которым он был обязан своей долгой жизнью и правлением. И вот имена на саркофагах и их кратенькие истории, он там, если вам интересно, хотел бы рассказать. Ну пусть расскажет. Да? Пусть расскажет. В общем, эти шестера это советник Родрих, который раскрыл предательство и попытку отравления короля, причем ему никто не верил, он стоял на своем и его не стали слушать, арестовали невиновного, но он в доказательство своих слов это сам выпил один из кубков, который подала дочь короля и склеил ласты, в общем, после чего все убедились, что он говорит правду. Причем эта информация, она была записана за дверью с изображением принцессы в первой комнате вот в этих свитках на языке вот этом, который здесь часто встречается, Ранзим сказал, что это драконий, и он в этом королевстве использовался как такой официальный почтительный язык для торжественного употребления, вот, и на нем была написана на одном из свитков на столе, что те, кто хочет пройти дальше по гробнице, должны разгадать секрет предательства короля, как его некогда разгадал советник Родрик. И выбрать дверь значит обвинить одного из присутствующих на Перу. Ну, а что только одного? Давайте это самое, чтобы наверняка. походу мы уже отгадали, кого надо обвинять. Да. Во второй комнате, вот, то есть, там, перед плитками, там вот эта надпись, она гласит, если ты есть друг, тогда твои шаги сделают путь. Язык немножко устаревший, и комната, в которой стоит большая жаровня, давай я верну вас туда, где есть эти комнаты, собственно. Комната, в которой стоит большая жаровня, посвящена некому Рагиру, который во время пожара в замке сквозь горящие комнаты и коридоры бежал в спальню короля на высокой башне, и разбудил его, потому что правитель спал, пока все горело, и если затянуть, он мог бы и не выжить. В общем, с тяжелыми ожогами он добрался до спальни короля, разбудил его, соорудил из простыней веревку, и они спустились с окна. Позже Рагер также скончался от ожогов, и вот он похоронен здесь в гробнице, которая предназначена для короля. Если ты есть друг, твои шаги сделают путь. У меня есть одна идейка, только я опять полез смотреть свои спелки. Потому что я знаю, я догадался, что будет, если наступить не на ту плитку. Огонь? Ну да, познаешь на своей шкуре, что с тобой произошло. У меня такое ощущение, что по аналогии с первой комнатой, нужно повторить путь вот этого Рагера, и наоборот наступать только на огненные, потому что остальные еще хуже. Ну, если ты есть друг, а тут можно слово какое-то из этих символов составить, не знаю. Это штука довольно экстранно разместила, там пробелы между словами особо не видно, но я не знаю, сейчас это... Не, я, кстати, спойлов вполне спокойно вижу. Четыре, три, два, два, потом идет, а нет, три, ну, короче, сам распиши, что-то. Прочно будет так, Этот блокнотик, в котором можно писать на драконе, он, конечно, хороший, но... Да, тут не видно пробелов, но я хотел бы искать слово друг. Да-да-да, море я стоил. А, нет, она не дает. Я читаю свои сплы, большой список, пытаюсь найти нужный. А как-нибудь это самое, Detect Magic-то он определил, а после Detect Magic-а какой-нибудь Spellcraft, определить, какие плохие, какие хорошие плитки, там можно? Это ведь надо трогать. Я предлагал попугаю. Ну, то есть, вот как свитки, ты можешь распознать, что они значат, взяв их в руки, ну, короче, чтобы распознать, какое именно заклинание наложено на предмет, его надо именно коснуться. Ну, я думаю, кавардак-то уже достаточно отхилялся. Что-то допустим. Ну, да, да, чтобы он пролетел. А там, получается, вот в этом втором блоке пробел ты не обозначал, что он и так видно. Ну, беда в том, что это одно слово. А, нет, да, два, окей, это у меня тут на листике тоже особо без пробела. Ну, есть, короче, шесть плиток я могу определить. Почему? Шесть? По прямой? Точнее, до шести, потому что там один Д3, там один Д3. Там же, получается, непонятно, как они включаются. Слушай, а перепрыгнуть эти плитки можно? А, сколько в это самое расстояние? Смотри, это прыжок в длину с разбега считается, что, это, короче, сколько у тебя выпало на кубике, столько футов ты можешь перепрыгнуть. А фут это... Фут это пять футов одна клетка. То есть, вот видишь, я стрелкой показываю, сколько тут перепрыгнуть. То есть, это надо тридцать пять футов. Блин, я столько не выкину. Давайте просто сейчас это самое. Мы уже, типа, как следующий день, да? Ну, как бы уже будем вернуться. Второй, да. Ну, вот, короче говоря, ковардак, он перелетит туда, летит, короче говоря, и сквента ругаясь, описывает комнату, что тут есть. А у него ничего не срабатывает? Да, он перелетает. Срабатывает, он летучный. Ему нормально. Келла решил так на всякий случай посмотреть потолок, может быть, там есть за что зацепиться, чтобы просто... Ну, зацепиться там особо не за что, но камень выглядит довольно прочным, если туда что-то вбить. Вопрос только, что туда вбить. У нас нет ничего. И вопрос, как туда это... Попугай видит две бочки с какой-то жидкостью по углам. В центре большая жаровня, пылает словно без топлива. На дне жаровни лежит только крупный золотой ключ. Он сгорит. Стоп, подожди, а как считается станция прыжка еще раз? Сколько выкинул на акробатику, столько и перепрыгнул в футах. По пять за клетку. Стоп, подожди, а там же как-то, по-моему, должно взаимодействовать от скорости твоего перемещения на набегах. Там просто если ты не можешь разбежаться, то половина этого, если у тебя нет места на разбежаться. У меня есть идея. Если, короче, на первые две-три клетки поставить стол, потом дальше есть два стула. А потом ставить стулья. Да, да, я как бы, я, собственно, предлагаю это сделать от лица кенула. А стол и стулья нормальные, не разваливаются? Вот, отлично, бумаги там аккуратно вложим в уголок, чтобы там пригодились нашему историку. Я думаю, бумаги уже ранзин уже себе взял. да, поэтому стол мы туда пытаемся поставить стол. Все по-барварски проходим, все нормально. Окей, так, давайте я вам отдам стол, ставьте его стулья. только стулья тоже отдай. Давайте, может быть, прощупаем первые стульями, может быть, там получится, что оно все взорвется, в чертовой мать. Ну, окей, давай попробуем. Просто стул поставим. А в теории, если разбежаться, вбежать на стол и со стола прыгнуть, то можно, наверное, в принципе, перепрыгнуть. Вообще, кстати, я придумал, как можно перепрыгнуть. Вот вам стулья. Вот один стул. Кстати, кроме шуток, я придумал, как можно перепрыгнуть. рассказывай. Короче, я тебе бафаю вот эта вот штука. Покажи, где. Сейчас. Она дает тебе, условно говоря, то есть вход у тебя ускоряется в 10 раз и при этом это влияет на твое действие. Если я правильно разобрался в правилах, прыжок за 10 каждые, ну, то есть за 10 скорости выше 30 ты получаешь плюс 4. Учитывая, что у тебя с 30 прыгает на 300, то это 270 в охоте. То есть это 27 умножить на 4. То есть если ты вытянешь единичку, ты должен перелететь. Ну, давай сначала попробуем со стульями. Да, в чем проблема, да, потому что... Я-то перепрыгну, а дальше что? Да, 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 да. А, ну, да, верно. Это, крайне, случай оставим. То есть, в общем, короче, Келлан подходит, берет стул и ставит его вот сюда вот. А, погоди, не, не, не сюда, а ставит его... Лучше на один правее, который на вот эту вот клетку. Да, я вот... Подожди, нет, нифига, а ты чего решил, что эта клетка именно? А, посмотри каждый ряд. И чё? Эта клетка есть на каждом ряду, это всего. Ну, окей. Поставив сюда стул, Келлан кинь испытание реакции. Ха-ха-ха, честно. А я-то что сразу залю? Ну, что он ставил? Окей. Ага, ну, получается, всего единичка урона от просто жаркого столба пламени, который обращает стул в кучку пепла. Теперь нет стула. Окей, тогда Келлан берет второй стул и ставит его вот вот уже вот на другую. Так, ну, хорошо, тут ты уже был готов. И то же самое происходит, да? Ну, происходит, собственно, то же самое, только урона ты, наверное, получать не будешь, потому что аккуратно ставил бы. Да, и у вас сгорел еще один стол. У нас еще есть три стула. Мы можем кидать на плитке книги. Я думаю, Рамзин такой, если он узнает, он наткинет. Ладно, пока все думают над загадкой, Ковартак приближается вот к вот этой бочке и заглядывает в нее осторожно. У попугаев есть нюх или нет? Должен быть. Ну, вот он как бы так тихонечко нюхает, чем оно пахнет. И что там за жижа вообще? Пахнет оно решительно ничем. Какая-то прожрачная жидкость, в целом напоминающая воду. Келлан такой, нырни в нее, попробуй ее. Ковардак злобно зыркает в ту сторону. Ты уже разобрались с этой дебильной загадкой? Мы ждем только тебя. надо попугая сюда для ее решения. Я попугай, но я не тупой. Так не тупой, попугай. Не надо, все правильно. Он перелетает к другой бочке, заглядывает в нее, обнаруживает то же самое. Да, здесь более темный и пахнущий чем-то нефтепродуктным. Келлан тогда пытается что-то сделать. Перебрать следующий, вот он ставит стул сюда аккуратно. То есть будет ли тут огненный стул? А, собственно, минус еще один стул. Ну и на последнюю плитку еще один стул. А здесь его обдувает только легенький теплый ветерочек приятный. Во. Значит, стульем ставили не зря. Да, попыток осталось в Кавдаде очень много. Пока Келлан играет со стульями, Кавардак смотрит на сундук. Это штундук получается? Смотрит на сундук. Что там? А, погоди-ка, Келлан теперь пытается забросить этот же стул вот... А, нет, не так. Он... Я думаю, что он может спокойно подходит со стулом на эту клетку, где он там стоял. И стул пытается поставить на вот эту клетку. Да, и здесь тоже приятный теплый брит. Окей, Келлан двигается дальше, берет с собой стул. и ставит его сюда. Да, все замечательно и хорошо. Отлично. Ну, он все равно идет с этим стулом, ставит дальше этот стул сюда. Все так, да? Ну, и тогда понятно, стул сюда, и стул вот сюда. То есть, Келлан с этим стулом проходит короче это... И рассказывает на словах, что вот, надо пройти по этим символам, и что эти символы это последнее слово в этой фразе, которое написано на драконе языке, и что все, кроме Варвара, оказались тупыми идиотами. Искать слово из шести букв. Все. Хорошо. И Сотится на стул и такой, ну, я же, с видом таким, I like a boss. В этот момент Роран говорит, лучше бы искать слово из шести букв. Бэээээээээ... Продолжение следует...